МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 232 Уголовного кодекса. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Максимальная санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Вот такой праздничный концерт в канун 1 мая организован для жителей Мариуполя, которые обрели временное пристанище в одном из тверских санаториев. Концерт посетили и представители регионального следственного комитета. По поручению председателя СК России, следователи в регионах продолжают сбор и фиксацию доказательств совершения преступлений против мира и безопасности человечества на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Тверские следователи уже провели ряд допросов жителей Мариуполя, а на этот концерт пришли в качестве зрителей, тем более, что среди участников программы дочь одной из сотрудниц следственного управления СК. Уже после концерта мариупольцы, а здесь нашли пристанище несколько многодетных семей, рассказали об условиях нового быта, поблагодарили власти Твери за радушный прием, а еще поделились о жизни на родине в первые весенние месяцы. Говорят о том, как они выживали, страшно вспоминать. Обстреляли, разбомбили, сожгли все, поэтому там смысла не было оставаться. Ну, выезжать пришлось, трое детей, жена, бабушка. То есть там либо жить, либо... Ну, жить в подвале смысла нету. Ну, попросили ДНРовцев, они помогли выехать, но у нас еще обстрелы шли, тогда еще никого не вывозили. Ну, то есть страшно в общем было. Страшно. Ну, у меня на глаза тесте убило. Квартиру разбомбили, ничего не осталось, все сгорело. Даже стен промежуточных не осталось. Вовремя мы спрятались с семьей. Вот мы 9-го ушли, спрятались. Мы в зоопарке сидели 12 дней, нас хозяин приютил. И пришли 22-го числа. Соседи вышли, сказали, украинцы отступали, развернули башню танка и полностью спалили полдома. Азов начал обстреливать с 1-го числа где-то до, ну, как нас освободили, где-то 19-го, 20-го. Армия, ну, РФ, ДНР вошли к нам. Долго ждали, когда, ну, освободят. Никого, ну, как и на горизонте не видно было. То есть две недели где-то мы примерно сидели. Недоумевали, где, значит, авиация, где. Беспилотники, то есть украинские танки, БТРы, ездили, стреляли, уничтожали дома. Просто развернулись и расстреляли свой дом, чтобы за собой ничего не оставлять. Трупы на улицах лежат, сам тестя закапывал. Ну, то есть никто не занимался этим. Надеюсь, сейчас там кто-то наконец-то делает. В следующих выпусках патрульной службы мы продолжим знакомить вас с рассказами очевидцев, переживших ужас зверств вооруженных сил Украины.